так друзья а сегодня как я обещал покажу как приготовить салат из рапанов по одесски для этого нам нужно в первую очередь рапаны это вот замороженные вот ракушки от них я все не буду показывать весь процесс и потому что он длительный как их варить как их чистить я показывал в прошлом видео для этого нам кроме этого нужно вот я их отварил вот их штук 8 предварительно разрезав пополам чтобы лучше проварилась значит особенность их варки заключается в том что необходимо варить не больше трех минут потому что если больше трех минут они будут просто как резиновый натика когда перевариваешь кальмаров тоже они становятся очень жесткие не очень приятно кушать значит отварил 5 яиц вкрутую то есть это не меньше пяти минут варить сейчас я их почищу яйца порежу рапаны значит такого же объема необходимо репчатый лук вот я уже почистил его немножко подсолил и пучок укропа мелко резаную кроме того соль необходимо черный перец но это по желанию можно кинзы добавлять но опять-таки это на любителя и майонез я использую майонез салатный не делаю рекламу компания вот салатный майонез потому что другой более жирный так итак следующим этапом вот сделал луковицы приблизительно такого объема который всегда почистил что делаем мелко режем рапанчики ведь он легко режется можно крупно можно мелко опять-таки на любителя можно более крупными кусочками но я держу где-то на 5 на 5 миллиметров стараюсь сожалению вы через экран не можете почувствовать этого аромата рапанов специфический аромат мидии немножко по-другому и пахнут и у них вкус немножко другое а рапаны это хищники то есть единственный хищники в черном море которых нет врагов кроме как химических выбросов в атмосферу и все что стекает с рек в море черное так рапаны у нас готовы вот где-то приблизительно такие кусочки можно поменьше так приступаем чистки рис значит если кто не знает я вам для того чтобы яйца после варки удобнее было очищать и быстро их необходимо заливать холодной водой то есть сливаем горячую воду и заливаем холодную чтобы не постояли все и они должны быстро и аккуратно очиститься желательно воду не сливать с кастрюльки чтобы они в воде они стояли потому что кожура дышит вот немножко постояли они уже без воды видите вот цепляется белок цепляется за скорлупу поэтому желательно чтобы они лежали водички скорлупа высыхает то есть через скорлупу проходит влага наружу поэтому у нас становится такое эти как буриста и самая длинная процедура при приготовлении салата и зарпанов по одесски да еще хотел подсказать вам когда вы чистите лук желательно перед чисткой смачивать водичкой чтобы потом не плакать и так для того чтобы шинковать яйца вот такое оригинальное приспособление купил давно в магазине все по три вот чтобы не резать ножом просто-напросто берем вот так и опаля выдавливаем раз все все хорошо получается нормально процесс идет немножко попала укропчика сверху вы видели что первый слой был лук с укропом укроп принципе не помешает в этом салате так теперь берем соль поваренную крупную я никогда не пользуюсь мелкой солью и тем более йодистая не знаю каким образом она производится немножко подсаливаем по вкусу можно перчика черного вот так так немножко перемешать это все и теперь добавляем майонеза майонез приблизительно вот столько может быть понадобится добавить посмотрим по консистенции в принципе майонеза я считаю достаточно да посмотрите все салат у нас получился ням 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 вкуснятина очень оригинальный вкус можем еще укропщика подсыпать укроп придает пикантность и аромат по желанию можно добавить немножко кисночка пропустив очень почистив и пропустив через чесночницу все вот салат наш готов так что друзья пользуйтесь рецептом возможности побывать в одессе половить рапанов приготовить прекрасный салат который подойдет к любому столу вот дешево и сердито и очень вкусно с вами был сергей одесса скоро будут и другие рецепты других блюд в том числе больше по украински с одесским вкусом подписывайтесь на наш канал ставьте лайки дизлайки и пишите свои комментарии все привет привет с вами